Восстановление функций ваших автономных нервных систем Так, друзья мои, мы с вами работаем над восстановлением функций ваших автономных нервных систем. Эти автономные нервные системы работают сами по себе, вроде бы так кажется. Но на них влияет еще наша центральная нервная система, которая нам начинает что-то придумывать. Вот у нас отсюда ложные убеждения, отсюда вот катастрофическое мышление, как бы что-то не получилось, а если получится, то будет плохо. Вот эта мнительность, внушаемость, катастрофическое мышление – это те функции центральной нервной системы, левого полушария. Они влияют на работу наших автономных нервных систем. Если мы, я в другом ролике говорю и много роликов, как восстанавливать функции ваших автономных нервных систем, это просто практически какие-то такие упражнения, вы посмотрите, подписывайтесь на канал, то здесь нам нужно еще, как говорится, в голове поковыряться. То есть это не просто механика автомобиля, опять если взять метафору автомобиля, не просто клапана подогнать хорошо и зажигание подогнать хорошо. Важно подогнать вот эту электронную систему, которая вовремя в зажигании включает, еще что-то делает. А эта система, наши левые полушарии, где убеждения, где ваша вот эта мнительность сидит, где вот эти ровы мыслей, которые как катастрофа куда-то нас гонят. Мы живем не в реальном мире, а в фантомном, выдуманном мире, а в этом выдуманном мире страхи, фобии. Вот с этим-то и нужно тоже поработать. Что же выходит для того, чтобы получить хорошее качество жизни? Нет, о качестве жизни как можно сказать? Качество жизни это зависит еще и от окружения, где вы живете. А вот ваше внутреннее качество жизни, как вот у меня, например, вегетатика работает нормально, я ей руковожу правильно. И самое главное, у меня убеждения верные, и у меня внутренний мой мир экологичен. Мысли с кокуны скачут туда, куда я их посылаю, а не туда, куда они сами гонят. И вот вторая часть работы с этими невротиками – это работа с убеждениями, с экологией внутреннего мира, с восприятием реальности, восприятием себя в реальности. И самое главное – моделированием своего будущего, конструктивного моделирования, а не вот этого трагического моделирования, катастрофического моделирования, которое у вас с утра до вечера. Вот давайте-ка заниматься вот вторым таким этапом. Это этап вашей внутренней экологии мира, в котором-то мы и живем. Итак, подписывайтесь на мой канал и начинаем работать над функциями наших автономных нервных систем и над нашим внутренним миром, занимаясь его экологией. Вот два направления, два сталинских удара, и тогда вы будете жить внутренне качественно. Ну а внешне, ну а внешне зависит все от погоды правительства и от тех друзей, приятелей, близких, которые рядом живут. Но самое главное – вы внутри будете жить нормально. На связи.